Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня в видео мы поговорим о достаточно важную тему, а именно монетизации ваших навыков. Если вы фотограф с опытом, то я думаю, я вам совершенно ничего нового не расскажу, но я хочу помочь новичкам в этой сфере сориентироваться и понять, куда можно пойти дальше. Эта тема очень интересная, поэтому давайте побыстрее начнем о ней разговаривать. Кстати, как вам огонечки в кадре, я надеюсь их видно, я решила добавить немножко такого новогоднего настроения. Так как же заработать деньги? Давайте начнем с очевидного, а именно с личных съемок. Этот вариант подойдет для тех, кто очень любит снимать людей. Если в очередной раз Маша из соседнего подъезда захочет сделать себе новые фотографии на аватарку в ВК, а ты осознал, что ты готов брать деньги на съемку, то думаю, что это твой шанс. В этом-то и прикол, что это очень кринжовая ситуация, что Маша из соседнего подъезда. Возможно, у меня не очень хорошо с юмором. Возможно, я это вставлю в видео. Я сама очень люблю снимать людей и начинала с этого. Вот, кстати, пример моих фотографий. Если ты хочешь заниматься личными съемками, начни с того, что расскажи у себя в инстаграм-историях то, что ты начинаешь снимать личные съемки за определенную сумму. Я не советую ставить вам очень низкую цену за свою работу и поставить цену от 3000 рублей. Во-первых, нужно ценить свой труд и помнить о том, что твоя работа не заканчивается несколькими часами в студии. Ты также потом будешь заниматься ретушью, а перед съемкой будешь заниматься подготовкой к ней. А во-вторых, помни про демпинг. Ретушь. Если ты любитель посидеть подольше в фотошопе, то это твой вариант. Часто фотографы сами не занимаются ретушью, а ищут человека, который сделает работу за них, особенно если это какие-то серьезные съемки или очень сложный ретушь. Это может быть предметная фотография, портрет, архитектура, в общем, все, что можно только придумать. Самое главное, научиться делать эту работу качественно, без мыла, и научиться делать это достаточно быстро, и не проводить за каждой фотографией по 3 часа. Потому что оплата работы ретушёра зависит от количества фотографий, которые он сделает. Насколько я знаю, сейчас средняя оплата за фото где-то 300 рублей. Если ты этим заинтересуешься, то можно очень легко начать, потому что, в принципе, не нужно быть даже фотографом. Можно найти фотографии, которые нужно отретушировать прямо в интернете, или договориться с каким-то знакомым фотографом, чтобы сделать свои первые работы в портфолио. Чтобы найти себе заказчиков, можно также писать фотографам, фотостудиям, модельным агентствам. Я думаю, у них найдется работа. Ну а если ты уже фотограф, то это может стать дополнительным вариантом монетизации для тебя. Контент-съёмки. Эта тема будет поинтереснее с точки зрения монетизации, потому что контент-съёмки нужны сейчас абсолютно все. Нужно постоянно генерировать контент, а это в первую очередь нужно магазинам, журналам. Без этого сейчас совершенно никуда, а хорошие специалисты очень хорошо ценятся. Сюда подойдут всякие съёмки для брендов одежды, предметная фотография, даже архитектурная фотография, потому что когда строятся новые здания, их тоже нужно отфотографировать. В принципе, тебе даже не нужно иметь камеру для этого, потому что я знаю много примеров, когда люди снимают на телефоны. Благо телефоны сейчас настолько крутые, что позволяют делать это. И в принципе это подойдёт для всех сфер, которые я сегодня назвала. Не только для контент-съёмок, но и для личных съёмок, и для других, которых я расскажу позже. Самое главное понять, что именно вы хотите снимать, какая это будет коммерция, и под это всё собрать своё портфолио. То есть если вы всё это время снимали, допустим, цветы у бабушки на даче, и после просмотра этого видео резко решили, что вы хотите снимать фэшн, но у вас нет портфолио, но вы напишите бренду, то в процентах 99 вам откажут без портфолио. Поэтому очень важно изучить, что именно от вас будет требоваться в сфере, в которой вы хотите пойти, и именно под это собрать своё портфолио. Я очень много видела рассказов на YouTube, что можно продавать свои фотографии на фотостоках, и в принципе для этого ничего не нужно сверхъестественного уметь. От вас будет просто требоваться выкладывать свои фотографии на сайт, и в принципе всё. Ну и делать их. И это может стать также дополнительной монетизацией для вас. Единственное но, я не видела сайтов, на которых можно это сделать бесплатно, в большинстве из них всегда нужно относить какой-то взнос, для того, чтобы ты имел возможность выкладывать свои фото на этом сайте, и у тебя эти фото покупали. Но если у вас действительно очень много фотографий, которые подойдут под фотостоки, то думаю, это не должно вас останавливать, и это очень классный плюс. Репортажные съёмки. Сюда я отнесу все фотографии со всяких свадеб, крестин, дней рождений, всяких мероприятий, тусовок и так далее. Этот вариант я вынесла в отдельный такой топик, потому что, мне кажется, он немножко для экстремалов, потому что ты должен действительно очень любить и уметь снимать фотографии в моменте, а также быть достаточно выносливым, потому что большинство съёмок достаточно продолжительные по времени. Но то, что они продолжительные по времени, это как раз-таки может быть и плюсом. Я имею достаточно маленький опыт в таких съёмках, у меня было несколько съёмок, но они были достаточно тяжёлые для меня физически, потому что мне очень трудно бегать с тяжёлой камерой и вот так вот софтом на протяжении нескольких часов, и вот так вот постоянно висеть над людьми. Но это можно очень классно монетизировать. Но я не особо понимаю, почему большинство фотографов очень странно относятся ко всяким таким съёмкам, особенно свадебным, потому что, мне кажется, что с хорошим заказчиком и правильным подходом можно снять действительно очень красивые вещи. И это будет постоянно актуально, так же, как и коммерческая фотография для всяких брендов, потому что репортажная фотография нужна постоянно людям, людям нужны фотографии с их мероприятий, памятных событий, а мы как раз-таки те люди, которые можем помочь им в этом. Давайте подведём итоги этого видео. Первое — это то, что у вас всё получится, я в вас верю. Но также я вам ещё пожелаю везения и нужных людей рядом, потому что в нашей сфере это очень важно. Второе — это то, что вариантов заработать денежки очень много, а вам нужно просто выбрать, что именно вы хотите делать. И я думаю, я назвала всего лишь малую часть вариантов, как можно зарабатывать фотографии. Третий пункт я не придумала, потому что, мне кажется, я и так много полезного сказала в этом видео. Напиши в комментах, если видео тебе было полезным. Можешь поставить лайк или дизлайк, а также поделись с своим другом, который до сих пор не знает, как зарабатывать на фотографии. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Это для меня очень ценно, особенно пока он такой маленький. Ну и до новых встреч, увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok